Приветствую вас. Вы знаете, вот давайте просто рассмотрим ваш текст, он такой небольшой. Вот, я хотел бы обратить некоторое ваше внимание на парочку обстоятельств. Так, это мой первый опыт и возможно я наделал кучу ошибок. Смотрите, здесь есть неуверенность в себе. То есть, могли ли вы, могли ли вы наделать ошибок? Да, могли. Безусловно, безусловно. Безусловно вы могли наделать ошибок. Это правда. Ну, в том смысле, что вряд ли кто-то будет испорить, что вы объективно могли наделать ошибок. Вот. Но. Но. Ошибки нам необходимы. И. И. Мне кажется, что. Первое, на что здесь нужно обратить внимание, это на то, как вы относитесь к ним. Своим ошибкам. Как вы их воспринимаете? Хорошо это для вас или плохо это для вас. Да? Дальше. И. Ну, инициатором общения и встреч, обычно выступаю я. Опять. Вот здесь вопрос. Хочу я этого или нет? То есть, хочу ли я выступать инициатором общения или нет? Если да, то как, то как? Если я не хочу выступать инициатором общения, зачем я тогда это делаю? Для чего я тогда так поступал, понимаете, да? То есть, вот на это нужно вам обратить внимание. Дальше он никогда не звонит мне, не говорит приятных слов, но и не прекращает отношения. Что для вас значит то, что он никогда не звонит и не говорит приятных слов, да? Зачем ему звонить и говорить вам приятные слова? То есть, какая мотивация у него это делать? Мотивация, мотивация это делать напрямую зависит от того, как вы себя с человеком ставите. Именно ставите. То есть, как вы поставили себя с человеком. Вот. Это очень важный момент. то, что он вам не звонит и не говорит приятных слов свидетельствует о том, что вы себя поставили как-как-то некорректно. Ну, если вам не хватает этих слов. Если вы считаете, что они должны быть, а их нет. с другой стороны, очень важно определиться с тем, как вас, например, задевают то, что нет слов приятных. и он вам не звонит. Это тоже очень важный момент. Если вас как-то это задевает, то, возможно, речь идет о том, что вы в себе не уверены в достаточной степени, в достаточной мере. Вот. Дальше. Не прекращать отношения. Ну, опять же, да, какая ему мотивация это делать? Для чего ему прекращать отношения с вами? Я очень устал от неопределенности в этих отношениях. Что такое неопределенность для вас? Как она вами воспринимается? От чего устали? И что заставляет неопределенность? Именно что ее образует? Очень боюсь его потерять, поскольку чувствую, что влюблена. Ну, опять же, что есть влюбленность и из чего проистекает страх потерь. Я не знаю, чувствовать ли он ко мне хоть что-то, а поговорить с ним об этом не могу, не знаю почему. Давайте разберемся почему. А то, возможно, есть страх отказа. Страх отказа и страх одиночества. Все это, как вы понимаете, проистекает из вашего ощущения и восприятия себя самого. Что делать, отпустить или пустить по ощущению? Ну, чтобы отпустить, вам нужно разобраться, почему вы боитесь потерять. Без этого отпустить не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация превращается.